Мамайка Центральный район Сочи Дальше у нас идет Лазаревский район В сторону Тагомыса Основные преимущества этого района Это удобная транспортная развязка По дублеру мы можем доехать За 7-8 минут до центра Сочи Наличие санатория Октябрьский И несколько отличных пляжей Как муниципальных, так и пляжей санатория Я жила в этом районе Достаточно долго Поэтому озвучу со своей точки зрения Основные его плюсы и минусы Начнем с минусов Минусы это то, что в данный момент Здесь нет школы Нет ни одного детского сада Этот район в основном Любят туристы Потому что здесь ровное место И можно комфортно отдыхать С левой стороны Новое кафе В прошлом году открылась Чита Маргарита Не скажу, что плохо, но не скажу, что хорошо В принципе так 4 с минусом Вот Прямо у нас жилой комплекс Посейдон Здесь же остановка общественного транспорта Транспорта, вернее Конечная остановка 30 автобуса Вот здесь у нас продают всегда фрукты, овощи Есть, кстати, небольшой продуктовый рыночек хороший Цены, в принципе, такие же, как в центре города Это у нас горная река Псахе И здесь вот красивая прогулочная набережная С той стороны фонарики вечером подсвечиваются Достаточно красиво Так, ну что, продолжим А минусы Когда здесь живешь, то здесь немного Ну, лично для меня немного было скучно Потому что море Море, море Несколько кофеин Кафешек Погулял вдоль речки И, в принципе, особо здесь больше заняться нечем Для туристов, конечно, отлично Потому что море рядом Все рядом Аптека, магазины, рынок Кстати, я как турист тоже жила в этом районе На улице Волжской Мы снимали в аренду частную гостиницу И отдохнули здорово Поэтому для отдыха я рекомендую данный район А для проживания я могу порекомендовать его тем У кого нет маленьких детей Ну, либо если у вас есть возможность водить их в частный детский сад Кстати, частных детских садов здесь несколько Три хороших детских сада Стоимость от 17 до 25 тысяч в месяц Хорошие детские сады Вот Или если вам не нужно каждый день ездить на общественном транспорте На работу Потому что на автобусе вы будете ехать где-то 35-40 минут Достаточно жарко Потому что у нас на улице Виноградной бывают пробки А если вы на личном автомобиле, то, в принципе, удобно Утром вы вышли Можете побегать здесь, позаниматься спортом Сходить на море, покупаться Там тоже у нас, особенно в этом году, очень фитнес, йога И спортивные тренажеры То есть, различные группы проходят Тоже здорово В основном здесь у нас частные дома Конечно же, не дешевые И многоквартирные жилые дома Такие как Мадрид, Парселона, Посейдон То есть, достаточно много комплексов И плотная застройка Особенно это касается улицы Волжской Вот там она у нас находится То есть, плотно застроенный район И когда здесь сейчас ведется в эксплуатацию Я надеюсь, не знаю, конечно, когда Но все равно когда-нибудь ведется живой комплекс Поза трон То здесь будет еще больше людей Выходные, особенно летом Вот эта вот вся часть Она прямо превращается в одну большую пробку Так как местные тоже очень любят мамайские пляжи И все они приезжают сюда для того, чтобы отдохнуть Я на своем собственном примере вам могу сказать Что в прошлом году я просто не могла выехать из дома Стояла в пробке примерно минут 20 На одном месте не могла никуда сдвинуться Вот, наверное, это все минусы И теперь поговорим о плюсах Плюсов, конечно же, здесь много В первую очередь это ровный рельеф Который очень ценится в Сочи Близость к морю То есть, если не с мамайки То максимум где-то в 15-20 минут И вы уже будете у моря Ну, если вы, допустим, приобретете недвижимость В жилом комплексе Посейдон Который у меня с правой стороны Давайте я, кстати, здесь пройду Здесь тоже небольшие изменения произошли Открылись суши Еще вот аптека тоже появилась Очень удобно Аптеки раньше здесь не было На первом этаже здесь магазин Пекарня Парковка здесь открытая Территория у комплекса тоже открытая Поэтому С одной стороны это плюс С другой стороны это минус Классный магазин Гастроман Всем советую Там очень вкусный сыр Разные деликатесы То есть Классные такие Всякие штучки продают Так, это вот тоже что-то новое Тут открыли Но как-то Не особо привлекательно Наверное Потому что еще пока только на вылаз Еще один и минус и плюс Это наличие на Мамайке железной дороги Минус, потому что если вы отдыхаете Или живете прямо возле моря То, конечно, железную дорогу ее слышно Ну а плюс это то, что Обещают разработать проект И перенести ее Конечно, это будет не скоро и не сразу Но тем не менее Я думаю, что мы это увидим А сейчас здесь очень удобно На электричке На ласточке По-моему, 9 минут она едет До железнодорожного вокзала Стоимость точно не помню По-моему, там в районе 20 с чем-то или 30 с чем-то рублей Здесь вот открытая спортивная площадка Для всех И с правой стороны детская Тоже открытая спортивная площадка То есть это Этой площадкой могут пользоваться все С 6 утра до 10 вечера Давайте покажу вам, как цветет гранат Вот такой вот он красивый Местные гранаты Они небольшого размера, но очень сладкие Также здесь популярно делать из них свежий выжатый сок Напротив тоже кафе Один раз мы там были во время чемпионата мира по футболу Помню, что все было очень долго Вкус какой был, не помню Горять не буду С левой стороны от реки хороший, большой, широкий пляж Называется он Санта-Барбара Еще у него второе есть название Прямо сейчас я подойду к пляжу Русалочка Обычный городской пляж Хороший, чистый На Мамайке, кстати, чистая вода в море Это тоже очень ценится Так как у нас здесь не везде чистые пляжи Особенно в центре Сочи И поэтому, опять же повторюсь, что многие местные Любят именно сюда приезжать купаться Автобусик такой Вполне здесь съедобная еда, кстати Вот такой, понятно, что фастфуд Вредная пицца Картошка, гамбургеры Через железную дорогу переходить к пляжу не нужно То есть все выходы к пляжам Они идут под железной дорогой Совсем недавно здесь еще был забор Нам всем не разрешали посещать пляж Но сейчас хорошо, что все работает Все, открылось уже почти все, вернее Специально для Ирины Из Южного моря Я покажу, что работает ее любимое кафе Я как-то уже открылся Надеюсь, скоро мы с ней увидимся С удовольствием там посидим Что мы очень часто делали в прошлом году летом Практически каждые выходные Здесь вот тоже нужно купить товары для пляжа Очень удобные, кстати, такие вот штучки По-моему, 200 рублей стоят Ну и вот мы с вами на пляже Здесь детская песочница Бесплатные туалеты Тип Вот, кстати, я, про который я говорила Здесь спортивная площадка Здесь занимаются все молодцы Знакомые лица Раздевалки, душа здесь нет на этом пляже Только раздевалки И вот так он выглядит Пляж А дальше с левой стороны Как раз уже пошли другие пляжи И если мы пройдем Вернее, посмотрим в сторону Там дальше Там будет более широкая пляжная полоса Хороший пляж Но поскольку вот Пока я жила в Посидороне Мне ближе всего почему-то было ходить Именно на этот пляж И я, в принципе, чаще всего ходила Либо на него Либо здесь еще у нас Пляж Санатория Октябрьского Он платный 500 рублей на весь день взрослый 200 рублей ребенок В прошлом году Прикреплю этот видеообзор Внизу под этим видео Кому будет интересно Можете посмотреть В принципе, достаточно комфортно Мне понравилось Люди уже купаются Вода уже прогрелась Не знаю, сколько градусов Но я пока только один раз окунулась В принципе, водичка чистая, хорошая, прозрачная На сочинских пляжах У нас практически везде есть волнорезы Нет их только в Олимпийском парке И в Дагомысе Но без них, к сожалению, никак Поэтому они нужны Здесь тоже в основном не купаются Здесь, потому что у нас Выход к реке И вода здесь такая Более мутная Более грязная А дальше уже Здесь получше пляжи Очень популярный у нас сейчас Новый вид спорта Ну, по крайней мере, для Сочи Новые, да? Катание На Лодках Или как там их правильно называют Можно будет попробовать Как-нибудь тоже Вот у нас железная дорога Как раз проходит По верху Ну, в принципе Я бы не сказала, что Такой уж сильный Она бескомфорт доставляет Да, ночью, конечно Когда идет товарники Тогда, да Тогда прям слышно И даже вот В Посейдоне Есть небольшая вибрация Но я бы не сказала Что она вам будет сильно мешать А днем, когда Допустим, идет ласточка То ее практически Вообще не слышно Если информация Из этого видео Была полезной для вас Не забудьте поставить лайк Тем самым Вы поддержите мой канал Ну, а я, конечно Всех благодарю За просмотр этого видео Желаю всем Отличного настроения Увидимся с вами В городе Сочи